свободно ли твое сердечко девушка за бабки предлагала с ней спать самое романтичное свидание которое это дело для девушки практически сексом занимаемся на танцполе самый мимишный выпуск еще мать слышала такую интересную историю как у тебя был тройничок я всем привет с вами полина трубенкова и смотрите что это у нас не бабские истории а значит сегодня у нас в гостях будет просто очаровательный мужчина во первых обладатель 10 миллионов подписчиков на канале и владелец самых железных яиц на ю тубе потому что то что делает он просто невероятно и это дима масленников когда я заходил в кадр нужен был перезвон вот этих железных яиц дима масленников нет правда когда я смотрю выпуски димы у меня просто бегут мурашки мне становится страшно мне потеют ладошки я каждый раз ставлю на паузу так а да ну нахрен правда то что ты делаешь это супер круто не серьезно а если этот выпуск наберет 50000 лайков это невозможно дима возьмет полиночку на заброшку да я очень кстати боюсь и я даже не знаю хочу чтобы мы набрали столько или не хочу конечно прикольно пожалуйста реально вот сейчас отложить все свои дела тисаните лайк потому что ну почему бы нет я очень боюсь правда ну блин если мы наберем 50 тысяч лайков я пойду реально пойду и кстати не забудьте подписаться на канал ребят потому что выпуске выходит регулярно мы стараемся для вас тут целая команда работает и нам будет безумно приятно если вы подпишетесь на канал давай выпьем за подписочку на канал на мой дим перед тем как мы придем к твоим историям я у всех своих гостей всегда спрашиваю что сейчас происходит как с личной жизнью свободно ли твое сердечко в общем я одиноки они в отношениях и меня это немного гложет почему мне сложно быть одному мне жизнь необходимо чтоб никто заботился кто-то меня ждал дома было ради кого стараться так то что ради себя не очень хочу что-то делать а вот ради кого-то появляется силы какие-то ты чувствуешь что этот человек для тебя является каким-то катализатором твоих усилий работы и так далее ты для кого-то хочешь твоя сердечко свободно дома сидит и дима полностью готов уже к семейной жизни пишите как-то раз это было наверно года два назад я пришел на мероприятие и общался с еда галич еда галич не знаю что я в отношениях берет так резко поворачивается снимает историю с фразой а девочки посмотреть какой мальчик пишите ему в директ и все и она выкладывает мне просто директ начинают взрываться первое сообщение от моей девушки типа знаешь оля просто одно слово которое прям вот как хэдшоте выстреливают ясно и как ты потом объяснил нормально просто так я только не услышал фразу и она же не обиделась немножечко поэтому она и бывшая я расскажу как однажды я сейчас девочкой полтора года наша первая встреча это было что-то просто невероятный вот в тот момент я думаю что может это вот судьба ситуация была следующая я пришел на sensation все в белом приходили и так далее я когда жил в челябинске еще мелким у нас почему-то тоже на телеке шла реклама sensation я вот сижу перед телеками sensation у меня с детства выработалась какой-то вот триггер на это слово и так далее когда я начал заниматься блогингом вроде канал начал потихоньку расти там сто тысяч подписчиков и нам в рекламные агентства говорят есть вариант пойти на sensation випку я такой батюшки батюшки я естественно согласился потому что меня это был какой-то супер невероятный опыт я никогда толком не ходил в клубы потому что я ботаником был жестким и для меня это был просто вот типа ням-ням-ням мы приходим на это мероприятие я только закончил свои первые отношения они длились четыре года девочки сейчас с 17 лет до 21 я прихожу на это мероприятие мы випки начинаем тусить толпа но человек 100 наверно стоит плотно очень все танцует и в кой-то момент я поворачиваю вот так вот голову и вижу в 20 метров образовался коридор из людей стоит девушка и на меня тоже смотрит и вот не поверишь в этот момент там софита же фигачит и в этот момент ее прямо освещает софит я ее вижу и она меня смотрим встречаемся взглядом метку вот это да прям вот я так подумают момент мне до сих пор очень сложно подойти к девушке где-то вообще-то вот за за грани фантастик либо очень сильно питься либо что-то тогда я уже здесь сижу ну и вот подойти к девушке и спросите так страшно подойти к девчонке задать ей это вопрос и услышать типа меня вот это вот постоянно гложет исключительно боязнь быть отвергнутым тебя останавливает ну да да и как-то ну в моем мировоззрении как-то неправильно я наверное брал телефон в жизни у девчонки вот так знакомы с рандомный вопрос который лево идет абсолютно два раза в жизни с одной мне были отношениями ну и вот и вижу я эту девчонку среди толпы я просто расплываюсь потому что очень красивая девушка смотрю закипел чай как говорится я весь вечер танцую общаюсь с ребятами и вот погляжет поглядываю в тот угол я понимаю что она тоже смотрит и думает когда же ты подойдешь и в этот момент специально я накидываю там какие-то там шоты я еще пить не умел в тот момент я птенец который вот из гнезда выпал и разбился об асфальт я понимаю что вот этот тот момент когда надо собрать все свои яйца на заброшке мне хватает духа очень интересно надо собрать все свою нутро в кулак чтобы подойти к ней познакомиться в этом это я смотрю на нее и вижу что она вся в белом и у нее светящиеся кроссовки под модным было подошву чтобы светилась я смотрю чуть-чуть в бок и вижу чувака с ней одет абсолютно также тоже в светящих кроссовках я такой навряд ли брат вряд ли на такое мероприятие с ней пошел братишка я думаю блин косяк ну как так скорее всего одно это ее парень ну я точно не подойдут вообще без вряд я весь вечер часа три наверное я следил за ними я понял что ни разу за этот вечер он ее не обнял не потанцевал с ней вообще контакта 0 короче это был просто чувак который чисто случайно таких же кроссовок я не не он с ней он с ней разговаривали они общают компашки да я стою не понимаю уж какие у них взаимоотношения я в итоге забил хер ко мне подходит горослав андрей говорит все наши все уходят пойдем отсюда я понимаю что блин я этот вариант просу сейчас такой все опять ботаник все пойдем мы подходим внизу стоим ждем около гардероба я вижу как он она еще его друг выходит из олимпийского и она мил так смотрит видно на меня прямо я сижу думаю блин какой я лох я выхожу с яриком с олимпийского в таком знаешь расстроенном состоянии мы идем в сторону какой-то чиханы и я отошел метров наверно 300 в этот момент меня что-то вот наите какой-то наите я поворачиваюсь я вижу как они обратно заходят в олимпийский она смотрит в мою сторону я в этот момент говорю ярик и иду один тусить обратно випку я захожу випку я вижу что они тусит вместе я уже танцую все ближе и ближе к ней и дожидаясь момент как этот чувак исчезает куда-то непонятно носить на диване я подхожу и говорю при этом чтобы познакомиться ну можно а это твой парень нет в этот момент у меня в голове но паника происходит маленький человечки она дает мне телефон я такой я тебе позвоню отхожу два метра и тут начинается обморок нет я отхожу буквально 2-3 метра и начинается просто какой-то развалистый трек очень популярных тут на это не помню какой конкретно я остановлюсь я уже нормально выпил во мне проснулся танцор танца я поворачиваюсь подхожу к ней вот вплотную вот и говорю ты мне должна этот танец и мы с ней начинаем танцевать просто в развал практически сексом занимаемся на танцполе она тоже хорошо двигалась я на нее смотрю я просто тают мы с ней танцуем и в какой-то момент я чувствую что у меня в плечо так я поворачиваюсь стоит этот чувак с двумя бокалами пива ставят эти бокалы пива меня отталкивает и кричит слышь ты чё к моей тёлке лезешь а я уже нормально выпил а она в курсе что она твоя тёлка вот так его заявляет он начинает барагозить его оттаскивают друзья и все я откуда я телефон взял можно ориентироваться на следующий день мы созвонились и вот мы просто часть покрыли причем этот чувак как оказалось это мужик который к ней подкатывал но никак себя не проявлял вообще она сказал что я не понимаю что он от меня хочет причем пацан был заряженный там он в списке forbes был и так далее прям такой серьезный выпьем честно говоря я знаю подписчики видят это или нет а полина немножко зажат что сделать так чтобы ты расслабил хочешь ножки положи сюда разватная замужная женщина ребят пожалуйста не пишите плохого потому что с ее мужем мы намного лучше общаемся чем спали сейчас обидно братан специально для тебя было душу дуршутка была я вас люблю есть у меня одна история знакомства не так и не могу рассказать так как у меня будет новая история все не могу ты меня смущаешь в общем в очередной раз когда меня бросили а меня очень часто бросали как вы можете понимать по всем моим историям я пошла в книжный магазин и стала искать литературу для того как стать классной женщиной какие книжки нужно прочитать чтобы быть хорошей женщиной то есть я правда заморачивалась потому что каждый раз после расставания все время считала что мне не получается отношения исключительно потому что я плохая потому что ну со мной же расстаются не объясняю причины вот я думаю наверное причина во мне надо это как-то исправлять иду у меня столько книг там значит мужчина инструкция по применению как выйти замуж за мужчину своей мечты это вот желтая книжечка мужчины для чайников да это примерно так причем девчонки пожалуйста не заморачивайтесь не считайте что причину сюда только в вас а потому что блин ну это явно не так я тебя не хочу перебивать носить пожарный тебя тиранозавр не смущает который каш корми можешь его даже попоить душу изливаешься я бросали я пыталась стать хорошей женщиной в общем и да с этой стопкой книг и я сталкиваюсь с мужчиной и роняю все эти стопку книг как в этих романтичных фильмов когда она идет со стопками листов они сталкиваются они начинают собирать вместе и он тоже наклоняется начинает собирать вместе я поднимаю глаза и вижу просто потрясающий мужчина и я вижу что он помогает собирать мне книги как выйти замуж за мужчину своей мечты мужчины ну то есть полный пока вообще просто где-то к собрал он такой это вы себе я такая думаю сказать что это будет когда себе для общего развития ясно это вот как правильно говорят вот авторы этих книг прочитайте мою книгу и вы встретите типа мужчину своей мечты я только ее еще даже не оплатила уже встретила мужчину то есть книга работала сразу в общем и он тут же может быть в кафе познакомимся а там ну большой книжный там прям при книжном кафе посидели пообщались в кафе очень классный интересный мужчина причем оказался иностранцем который живет и в россии бизнес за границей на то есть он реально иностранец мы с ним обменялись контактами начали общаться все там приглашать на свидание мы ходим в ресторан и все красиво он прям ухаживает но у этой истории довольно банальный финал оказалось что он женат и искал себе просто любовницу серьезно это прям очень грустно мне кажется что потому что представляю как девчонка находит человек который ну а для меня то это как знамение понимаешь когда когда ты вот уже разочаровалась в отношениях пошла покупать эти книги тут вот он сколько вы с ним встречались нет у нас не было ничего только вот пару раз мы ходили в ресторан то есть он приезжал да он каждый раз знал что у него есть жена а он не сам сказал что он женат опиши ту ситуацию когда ты это услышал это как примерно как тебя окатило вот леденющей водой а как будто ты стоишь в одежде еще желательно в пальто а что вот прям полностью прочувствует холодную и на тебя выливается вот это вот просто ведро холодной воды сейчас на канале полин турбинковой рубрика небольшой театральный этюд пожалуйста вот на эту камеру отыграете вот эту вот ситуацию когда вы услышали что у него и жена я че хлопну и и он это говорит как тот у тебя газы что ли блин это невозможно сейчас мне очень сложно вспомнить эти чувства но я помню именно на уровне каких-то физических ощущений что это просто вот ты как будто проваливаешься в ямы ты понимаешь что что все что было до этого когда тебе бросали в принципе ничем не отличается от этого варианта это правда стой и вот объясни мне пожалуйста будучи мужчиной для чего это нужно делать но вот у меня есть знакомый у которого были отношения и он находил налево понятно скрывал это от девушки это очень странная херня я ни в коем случае вы не защищает а сейчас я представляю вот все девчонки которые слушают чон херню десятку и так далее с его точки зрения как он это объяснял он с ней видел свою жизнь он для нее впахивал но в сексуальной жизни у них были трапы он знаешь такой чувак был который максимально расчет ли в своих понятиях он сейчас те 99 процентов эмоций которые она и ему дает и вот один процент он отводил на вот к секс как и и так далее он воспринимал что не хочет терять все остальное но ему надо потрахать но крыша ты не считаешь что это довольно эгоистично я не приверженец такой херни мне кажется это но ну неправильно в любом случае не можешь рассуждать на эту тему потому что никогда не был в браке столько лет я его браке на него в браке тут мы не знаем как у нас жизнь повернется дальше как у нас мировоззрение поменять и не могу сесть и объективно порицать этого человека что никогда не был в такой ситуации если я буду в такой ситуации у меня будет какой-то жизненный опыт и базируясь на этом жизненном опыте я могу сделать определенное решение конечно это не делится все на черное и белое но я все равно считаю что находясь в браке так как я все-таки уже нахожусь в шесть лет в отношениях это довольно продолжительный срок я считаю для меня все равно неприемлема та ситуация 6 лет для меня все равно неприемлема та ситуация где один человек что-то делает что в принципе вредит другому но другой человек об этом не знает то есть если ты хочешь что-то сделать поговори об этом но когда ты обманываешь другого человека это все равно неправильно да и тогда возможность другому человеку тоже жить такой полноценной жизнью как живешь ты себя не ограничивая ни в чем а теперь рубрика история от подписчика мы с парнем который мне нравился общались только в соцсетях договорились встретиться я ради встречи отменила все свои планы подготовила стоит отметить что для девочки подготовиться действительно подготовилась а не просто надела свежие трусики прописала маршрут как до меня добраться даже нарисовала рисунок в подарок парень вроде бы согласился и на следующий день накануне встречи я стала ждать от него сообщение по типу ну как наша встреча еще в силе но не дождалась и зачем-то решила написать сама еще раз все повторила сказала про рисунок для него и добавила что жду его завтра на следующий день мне в ответ давай честно я не готов никуда ехать я морально истощен после работы мне было обидно не столько из-за того что он не сказал мне о смене своих планов не предупредил меня чтобы я его не ждала хотя из-за этого безусловно тоже сколько из-за того что опять все мои надежды рухнули что как бы не складываются отношения у нее с ребятами я считаю он поступил неправильно я понимаю что у каждого своя жизнь свои заботы на слова же никто не отменял не отвалится язык если сказать извини планы поменялись да и вообще он не проявлял особо инициативы в мою сторону жалею что это делала я как ты считаешь нормально ли что мужчина соглашаясь на встречу в результате когда его ждут не приезжает и при этом даже не уведомляет девушку об этом я считаю что это неправильно дам случае он должен был как минимум предупредить ее но с другой стороны непонятно что у него происходило действительно возможно какой-то невероятный конфликт на работе я его ни в коем случае не защищаю я бы предупредил нас гипотетически напоминаю что это все сугубо наше личное мнение у него мог произойти какой-то невероятный коллапс на работе и в этот момент он может пойти на свидание но будет ли это свидание в той атмосфере которая планировалась в любом случае неправильно реально мог мог предупредить заранее слушай но видишь тут на самом ключевой момент вот она пишет что инициативу в основном типа проявляла я поговорим об этой ситуации более расширен день когда вы договорились о свидании послезавтра у мужиков немножко другое мышление возможно более структурированно насколько обязательно ему в следующий день писать о том что у него на следующий день встреч я бы не сказал что это прям жизненно необходимое во-первых они общались только в социальности да он до конца не понимает что это за человек и так далее я считаю что если прям парень супер заинтересованного встречи он напишет он напишет что я хотела но но я не верю в такую ситуацию с учетом того что они общались исключительно социальности до подведем итог нужно сообщать заранее о том что тебя поменялись планы дорогие друзья в любом случае ценить девушек цените их внимание и хоть немножечко проявляйте пожалуйста эмпатии если даже вам человек безразличен вы уже проявили к нему какое-то внимание но не заставляйте человека теряться в своих собственных догадках и вопросов вот интересная тема которую очень хотелось мне тоже обсудить с мужчинами и так как ты здесь первый сразу предупреждаю ничего личного добрый день решила поделиться своей историей встречалась с парнем довольно продолжительное время без интима никак не могли понять почему мы не перейдем на следующий этап но наконец-то это произошло и у него не встал не ночью не утром но он все равно пытался сделать свое дело что было очень странно я его всячески поддерживала ни разу не сказала чего-то неприятного но спустя какое-то время он решил просто слиться и кинул меня вопрос как мне нужно было поступить в этой ситуации возможно это моя вина идут месяцы а я все еще переживаю по этому поводу не понимаю почему так произошло во первых у меня никогда в жизни вообще неприки условиях не было такой ситуации возможно типа возраст просто гипотетически наверно представь или у тебя же есть знакомых мы с парнями не общаемся встал у тебя не встал нет пацаны это не особо обсуждая второй момент я не понимаю отношений когда вы долго тянете до секса представим вот ситуацию что ты встретился с девчонкой а вы друг другу безумно понравились вы не торопитесь месяц другой важный момент вы можете друг другу тупо не подойти секс это очень важная составляющая составляющая в ваших взаимоотношений ну объективно но объективно вот так и долго тянуть точно нельзя вы уже друг другу начинаете эмоционально привязываться да вы уже считаете себя пара и потом будет и потом его отвечая на вопрос девушки пожалуйста не заморачивайся ты абсолютно ни в чем не виновата и тем более если ты его не упрекала потому что такая ситуация может случаться и конечно последнее что стоит делать это упрекать человека в этом потому что за этим может стоять много разных там проблем перестань себя кориже вид дальше и ищи себе классных людей мне 25 лет встречаю с молодым человеком моим ровесником уже три года мне очень хочется дальнейшего развития отношений свадьба создание семьи покупка недвижимости но он не делает никаких шагов живет он с родителями я живу отдельно своей квартире он москвич я из московской области до работы ему от меня ездить очень далеко всегда на это ссылается и приезжает только на выходные от разговоров о свадьбе он не открещивается говорит что тоже хочет этого но к сожалению это только слова родители постоянно говорят что ему просто удобно такая позиция он может уйти от меня в любой момент при этом у нас с ним классные отношения и когда он приезжает на выходные я очень счастлива подскажите как найти нужные слова чтобы обозначить что я не могу ждать его решение вечно стоит ли ждать вообще может он не готов и я не та девушка полная херня я сейчас с девочкой я жил на севере москвы она жила на юге москвы диаметрально противоположные стороны я старался выбивать каждый момент чтобы приехать к ней условно говоря мне кажется для него у сугубо вариант просто провести вы надо еще понимаешь такой момент вы уже три года вместе это 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 достаточный срок для того чтобы определиться хочешь ты жениться или нет если там мужчина например считает что брак ничего не меняет но для женщины это очень важно если для тебя брак ничего не меняет почему тебе не сделать женщину свою счастливой если для нее это важно до плюс все таки я понял бы эту ситуацию если бы ему было 20 чисто с моей точки зрения это уже стране но а как вот ты считаешь стоит вот намекать на свадьбу объяснять как-то и как вообще стоит вести себя мне кажется что в любом случае отношение это игра двух людей если человек этого не хочет он не жениться если даже ты будешь намекать а если вдруг такую ситуацию представить что ты его проломишь и разведешь на свадьбу нужно ли тебе это на сто процентов потому что он в этом не супер заинтересован такого пацана нет ну серьезно я правда так считаю что я не понимаю что если ты четко понимаешь что твоя женщина хочет замуж ты не делаешь ей предложение наверное значит вам стоит разойтись и искать какие-то другие отношения зачем если у вас разные желания зачем продолжать быть вместе я смотрела петя любит выпить с тобой кстати петя любит выпить один из самых моих любимых каналов пожалуйста подписывайтесь на петечку это просто супер топ я не понимаю почему меня зовут на проект и где исключительно добухать в чем вопрос ребят так вот в петя любит выпить я слышала такую интересную историю как у тебя был тройничок дима у тебя был секс строем когда-нибудь добыл ампампам хав не рассказывал прикиньте а ты могу поделиться сюжет чисто семейного поэтому давай добавим пикантности в наш выпуск и ты расскажешь ты реально реально про это расскажешь я считаю что секс втроем возможен нормальный только в том случае если у твоей девушки есть биноклонность то есть она как бы на два фронта бисексуально бисексуально секс строю с мужчиной я в принципе понимаю почему люди к этому приходят и так далее но объективно когда у вас секс втроем с мужчиной происходит у вас получается ситуация когда три человека в сексе не взаимодействуют между собой то есть два парня в любом случае взаимодействовать не будут они по сути стоят в очереди но они как будто они как будто вот пришли в жкх заплатить налоги и так далее когда у вас у девушки есть биноклонность у вас намного шире и вариация во взаимодействие очень интересно скажи как было у тебя теорию мы прошли моральную поддержку в общем я был в отношении девочки так получилось что на какой-то тусовки она заобщалась другой девочкой каким-то образом совпали звезды и мне повезло что эта девочка оказалась не против моя девочка оказалась не против а кто был инициатором инициатором был я инициатором был я и я был крайне удивлён ответ он типа а чё нет типа вот так вот странно было когда это происходит первый раз жизни ты не понимаешь как тебе действовать особенно если вдруг это происходит с твоей девушкой если это происходит с двумя левыми абсолютно девчонками а тут ты думаешь а не обидишь ли ты если да тут у вас получается начинается игра в обидеться не обидеться причем в эту игру играешь не только ты но и левая девчонка потому что левая девчонка она понимает женскую логику и она постоянно типа смотрит на твою девушку и такая типа можно его взять сейчас за член или нет можно может здесь полежу и так далее странно но прикольно ты расскажешь как это было то по сути вы занимаетесь сексом со своей девушкой и тут есть еще один левый человек который может доставить удовольствие и тебе и я хочу понять как это было ты взаимодействовал больше с кем со своей девушкой сойдешь а вторую девушка ты с ней взаимодействовал туда как ну как занимался сексом хорошо а девушка тебе потом приравновала тебя нет не оказалось что ты переживал по поводу своих действий я я переживал в любом случае если вдруг парни кто меня смотрит у вас такое в жизни произойдет помните что вы не заигрались и догадил а люся вижу вот тут у меня счета появился если занимаешь сексами вы занимаетесь сексом своей девушкой и какие-то моменты в нужной проявляете инициативу к другой девушке но это все вот в совокупности происходит а потом я перехожу от своей девушки к другой девушки смотри они так или иначе могут друг другом взаимодействует по сути если меня там не было они бы прекрасно провзаимодействовали друг с другом и у них вопросов бы не я там в принципе я там вот ну типа подстраивался я очень мимо проходил того опаньки что происходит я подключусь к говорит но а тебе понравилось то есть это прям был такой вот классный опыт отразился смотри это было круто разговаривать своей девушкой и для нее это было абсолютно нормально ничего такого для ее экстраординарного не случилось хотя она говорю что я не понимала как я бы себя буду вести и возможно я бы приоревновала и так далее но потом по итогам поговорили об этом то что она не видел в этом ничего плохого и нет на самом деле очень прикольная история которая показывает опять же то что у каждого человека абсолютно разные грани сексуальность разные грани того чего он хочет и что нельзя ни в коем случае осуждать какие-то такие моменты не было очень странная ситуация в жизни о которой меня полностью обескурашивала на сто процентов после концерта тимати он организует автопати в секрет руме я приезжаю секрет рум с другом мы сильно баре и вдруг в какой-то момент я понимаю что слева от нас стоят три женщины старше 35 давай так и на осмотрит постоянно смотрят 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 друг мой друг уходит в туалет и одна из них встает из-за бара подходит ко мне вот так вот с бокальчиками и говорит получай а вот что если вам предложу за десять тысяч евро поехать со мной спать секунду это к сколько лет было назад это было три года три года назад курс евро примерно 50 десять тысяч евро пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят тысяч девушка не в моем вкусе совершенно я в тот момент был в отношениях у меня реакция была полного недоумения абсолютно что происходит в данный момент я и так ответит чумать ты ты о чем нет конечно ты чё отказать но если надумайте мы с подружками ждем где она уходит приходит мой друг и типа доник это какая-то херня давай сваливать отсюда и мы свалили реально я и представлял что в жизни такое бывает чтобы к парню подошла девушка из-за бабки предлагала с ней спать у меня такое чувство что меня поюзали уже ой какая-то ранимая душа просто а теперь какого нам когда к нам подходят все время и а сколько где такая на баре что в смысле сколько кому он блин как часто в жизни не раз а ко мне один раз погодили в том числе у меня чаще статистика что ж ты сразу я хуже проститутка чем мужик и потом мы едем в такси и вот сидим с другом для меня это был полный шок видимо она немножко перепутала подумала вдруг это причем странно вы же были не в стрипушнике как-то раз я сходил первый раз жизни в стриптиз это было но года два назад я в общем пришел в компании ребят и со мной была моя девушка это абсолютно какое-то уникальное ощущение вот с и своей девушкой общаешься и в какой-то момент к ней подходит другая тёлк гола мы с ней разговариваем как я с тобой она начинает здесь тверкать она этого не замечает я сижу вот так вот ну объективно есть отвлекающий немножко отвлекающий отвлекающий маневр в итоге дима что не так я беру что это голая жопа вот нет хочу услышать историю о диме масленикова которая будет полная драматизма я в этом плане супер эмоциональный чувак поплакать для мужика это нормальная тема абсолютно у меня была жесткость ситуация в жизни еще раз девочка встречался где-то год-полтора какой-то момент у нас какой-то разлад начал происходить хотя мы уже говорили о семье мы говорили о детях я в принципе был готов эмоционально физически я вроде понимал что с точки зрения финансов и так далее могу потянуть ситуация была такая что какой-то небольшой разлад произошел и в какой-то момент девочка мне сказала давай мы подумаем с тобой несколько дней о наших взаимоотношений у нас съемная квартира была она была из другого города вообще я сказал мне поставить вот все мы квартире я уеду в сумму думать там я остался в студии я естественно приходил домой потому что у меня там вещи и так далее и о чем начинается этот период раздумия в несколько дней я прихожу домой лежит и и ноут мы обычно снова какие-то видео смотрели минуты такого не было никогда и почему не попался и это не очень хорошая тема но я откуда залез но я залез не в переписке никуда я захожу в историю браузер и там несколько ссылок она была очень дотошная если мы куда-то ходили и так далее она очень много пробивала про это место что это за место это даже ресторан обычно пробовал меню педантично очень педантично я захожу в историю браузера я понимаю что она очень гуглил про один ресторан я сижу а я в нем не был никогда в этом ресторане и вот она гуглила это день назад когда мы решили подумать и сижу думаю что ну что-то не то вообще и потом я вижу вкладки совместимость с овном а я не овен что вы понимали причем ну штук шесть этих вкладок я сижу думаю вряд ли она хотела барана в этом ресторане я смотрю что она гуглила это примерно в 9-10 часов вечера я смотрю ресторан я понимаю что у меня есть знакомый кто работает в этом ресторане набираю говорю было ли девушка в ресторане говорят не было и пара на это тебя подступила да так конкретно подожди и после этого ты не полез в переписке это нужно отдать должное полез переписки я звоню в ресторан они говорят что мы в этот момент что практически закрывались я понимаю что она скорее всего не сходил в этот ресторан я понимаю что скорее всего она сегодня пойдет в этот странный выходные я приезжаю в этот ресторан с двумя друзьями господи какая же я захожу в ресторан и вижу как она сидит с другим мужиком в этом ресторане я зашел у меня все упало а вот теперь пожалуйста расскажи какие ощущения просто вроде как бы ты стоишь пальто я тебя облило из ледяного ништяне тяна палмом сжарил нахер я стою и не понимаю что происходит мы с друзьями садимся за другой столик через стенку она вас не видит в общем у меня знакомы с владельца этого ресторана я говорю официанту я говорю вот я того-то тоже нашла куда пойти она случайно выбрал это место я говорю я абсолютно случайно за месяц до этого познакомился с судьба я говорю ему что братан сходи за столик побудьте их официантом послушай о чем не говорят по ходе сам говорит что ну слушай ну он к ней яйца катит конечно там типа поездка говорит сезла несят бухают я встаю начинаю выходить я вижу как они выходят говорю солнце привет она мне обращать внимание тип что тут делаешь парень тоже он не понимает что происходит он видит меня и понимаешь что он прекрасно понимает чем это пахнет и так далее мы с ней выходим из ресторана начинается долгий разговор относительно наших взаимоотношений это просто друг который позвал ресторан в те дни когда мы решили подумать о наших взаимоотношений это было прям вот как серпом по яйцам я с этой встречи я помню я впервые в жизни напился я приехал в студию к себе мне кто-то из знакомых подрылку от невероятно дорогой коньяк я просто я выжираю всю бутылку в одного я просто в офисе я умираю вот с горя реально плакал плакал конечно это было очень очень грустно потому что я эмоционально и физически рассчитывал что с этим человеком я построю я так понимаю что ничто не предвещало беды то есть все было в порядке все было хорошо там были понятки какие-то моменты в отношении моего заработка и так далее что я думаю мы не могли всякие вещи позволить которые могли позволять ее подруги и так далее хотя и не не было такой ситуации что если она бы меня о чем-то просила я бы говорил нет после вот этого вот всего момента вы продолжили как-то общение или все или это был конец это был конец я напился прошло 5-6 дней я пытался как-то отвлечься встретил другую девушку и такой решил забыть все просто не на свидание пришел а вы потом как бы спустя сколько-то лет не списывались никогда списывались я помню первый раз мы списались месяца через четыре они увидели ты не захотел правильно в одну реку дважды не войдешь чувак блиц блиц да три главных качества которые привлекают тебя в девушке первоначально внешность второе это ум чувство юмора 3 если вот трех нету тогда три качества которые точно отталкивают чрезмерно самоплевленность нежелание что-то делать и неответственно отношение к жизни а что значит не ответственное отношение не думает и супер инфантильность короче самое романтичное свидание которое ты делал для девушки я просто романтик в этом плане понимаешь господи ты просто идеал и блин я не понимаю искренне вот эти знаешь инстаграмных темах что в этом не подарил 100 раз в 100 раз но объективно если за тобой ухаживать чувак который ну зарабатывает бабки 100 роз может купить но вообще стресс это пошло это условно условно в случае знак внимания это важно но как он преподнесен и так далее я не знаю я стараюсь понимаешь делать из каждой вещи какие-то особенные моменты какой-то момент допустим я девушка спросила перед 8 марта по моему я начинаю перечислять и видимые и не совсем удовлетворил этот ответ далее 8 марта наступает и купил 100 роз и на каждую повязал ленточку и написал по одной причине почему я люблю был момент допустим я не понял что 14 февраля было и так далее мы встречались примерно год на тот период я купил ей 12 букетов под каждый месяц года то есть апреля определенные цветы моя определенность и там сухоцветы на зиму и так далее и подписал каждый под определенные события который происходил в этот месяц была ситуация допустим девочкам и безумно нравилось она поехала на кипр я подумал приеду на кипр я приезжаю на кипр для нее это супер неожиданность я устраиваю есть свидание неожиданно про тарас по городу советские камни около побережья я приезжаю то изначально кладу плед я пряжу то шампанское это не так сложно не так сложно просто прицессе на кипр найдите место сделайте пикник и все давай так и понимаешь сейчас проецируешь немного на бабки не было 19 лет я учился в школе сейчас с девочкой не надо устроить какое-то свидание у меня денег вообще нет я пошел с друзьями нашел крышу на районе мы и вскрыли вырвали замки зачатки ghostbusters уже были тогда да я залез на крышу я понимаю что есть устраиваться да и нужен стол я пришел в в школу подошел к нашему технарю спросил типа есть парта он говорит есть партой я беру эту парту даже с одной стороны с ограничения я беру отрывают от ограничитель при собачьего к середине забирает стол крашу его приношу на эту крышу какую-то скатерть бокал шампанского своими руками потому что не было вариантов заказать суши делаю суши причем понимаешь важный момент пацаны запоминайте мне сразу все выкидывать мы пришли на крышу она смотрит какой вид как красивый закат все дела там крыша двух уровней я такой что же на втором уровне мы залезаем и там уже стол и так далее и все она уже замечательно сидела не один это просто шикарно реально настолько быть заинтересованным в том чтобы сделать супер романтику это так круто хочешь вот типа разнос у меня только начал расти канал мне предложили проект за 100 тысяч рублей мне надо было два месяца ездить по там городам россии снимать выпуски про эти города и у меня был очень плотный граф в каждом городе я должен прием неделю провести и так получилось мы с девушкой были из разных городов это вот та девушка которая с сенсейшн она сама из-за южного города так получилось что и гоняю по городам уже в отношениях какие-то таких начальных я приезжаю в москву на один день и в этот день она за день улетает себе в город я приезжаю из курска в москву покупаю себе билет до ее города я прилетаю к ней в город пишу ей говорю что я здесь я не знаю как это найти она приезжает с ее отцом мы гуляем по родному городу в конце вечера мы стоим под дождем я ее обнимаю и говорю что я ее люблю о господи это самый мимичный выпуск на свете и через три часа после этого я улетаю дальше козли дай бог что все время жили такие романтики ребята делайте романтичные поступки это круто ну девчонки не забывайте что вам тоже надо что-то подобное делать топ-3 твоих кроших ну номер один ты что примухнула что ли да нет дима нет ну естественно первая это Клава Кога Вера Брежнева девушка с невероятной вот харизмой которая к тебе притягивает третье я не знаю как правильно ее ник называется Анкл по моему как так артистка лейбла Газголдер она невероятно красива с моей точки зрения а как она подает себя в треках и так далее это безумно сексуально звучит и так далее вот я бы ее выяснил я правда не знаю сможешь ты или нет но назвать топ-3 крашей Дмитрий Нагиев Егор Крид и Азиль что для тебя антисексуально для меня антисексуально что отталкивает в девушке то что мне интересно ее слушать я тебе рассказываю у меня была одна подруга люблю это блиц длиною в истории у меня есть одна подруга которая выглядит как невероятная супермодель она была очень умная она единственный человек который меня вздал в шахматы за всю историю но все равно у нас не сложилось а почему? не случилось нужной химии в общем для меня антисексуально когда я не могу с девушкой поговорить по душам вот это очень важно ребята спасибо большое что посмотрели этот выпуск я надеюсь что вам понравилось было интересно наконец-то у нас появился первый мужчина обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы на наши каналы не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк под этим видео если вам понравилось ну и конечно же всегда будьте с нами ваши небабские истории и собственно по традиции пока что вам понравилось то бюс я personnel